Это про развитие еврейской мысли с X по XII век. После этой революции Саадии появляется целая плеяда, например, грамматиков, которые занимаются языком писания. Появляются разного рода мыслители, пишущие те или иные трактаты. Философские или теологические. Здесь важно представлять себе диспозицию ролей в духовной жизни, какую шапку человек, обладающий каким-то весом духовным, мог иметь. Получается следующий расклад. Можно быть ортодоксом. Ортодокс — условное это название. Ортодокс в данном случае — это тот, кто придерживается традиционной точки зрения и который говорит, как тертулян, предположим. Нам не нужно вот этих всех инструментов греческих. Не надо нам ничего. У нас традиция, все с ней хорошо, все в порядке. Давайте будем находиться в рамках этой традиции. Она как-то там развивается. Не будем привносить ничего внешнего. Это ортодокс. Второй тип — это теолог. Теолог в данном случае, само слово «теолог» и «теология» многозначны, и поэтому иногда возникает путаница. На русском иногда пишут «богослов». Богослов, теолог. Само по себе слово, оно вроде бы говорит о том, что человек занимается изучением Бога, но на самом деле я, по крайней мере, в таком его смысле употребляю. И в таком смысле оно тоже часто употребляется и в текстах еврейских, и исламских, и христианских. Теолог как апологет. Да, апологет. Апологет религии. То есть человек, который доказывает, что все нормально с религией. Ну, то есть пропагандист, можно сказать, да, пропагандист, апологет. Это теолог. Есть философ. Появляются такие ребята. Как и предупреждал Тертулиан. Философ. Чем он отличается от теолога? Понятно, чем. Теолог не интересуется устройством мира. А чем он интересуется? Интересуется тем, чтобы защитить религию или пропагандировать. Философ, отличие от него, как раз настроен на то, чтобы изучать мир. На то, чтобы анализировать мир. Для него это становится задачей. Возникают такие философы в рамках арабской культуры. Мы говорим сейчас про X-XII век. Это как раз арабская культура. Если говорить про христианскую, например, культуру того же периода. Ну, я чуть позже, наверное, скажу про это. И еще один тип. Это мистик. А мистик чем занимается? Кто такой мистик? Мистик — это человек, который стремится или утверждает, что получил некий доступ к контакту с небесным миром. Ну, в каком-то смысле такой торопышка. У нас коллективный проект. Мы собираемся соединить небо с землей. Мы как бы все делаем для этого. Там нужно сделать раз, два, три, четыре, пять в зависимости от конфессии. А мистик говорит, а я уже. Я хочу сейчас. Там пока вы чухаетесь, а я-то жизнь коротка, я тут сейчас. При этом вот эта позиция этого мистика, она может быть разной. То есть если считать, предположим, что ортодоксия — наиболее сильное движение в духовном мире вот этого X-XII века, то мистик оказывается, мультеолог оказывается каким? Таким он вроде наш, он же, собственно, за нас как бы воюет, да? То есть помощник такой. Но иногда как бы что-то его помощь, она превращается в свою противоположность. Он использует какие-то методы, которые, в общем, лучше бы, может, и не надо такой помощи. Может, от нее лучше отказаться. Но все-таки он помощник. Философ с точки зрения ортодокса. Он кто? Он вообще непонятно кто. Выпал из проекта. То есть сел, занимается с микроскопом. У нас тут дела надо делать, реализовать проект, а он сидит, непонятно что, изучает там, опять же, сколько крылышек у комара или еще что-то. Ну, в общем, он занимается чем-то не тем. Поэтому философу приходится оправдываться. И, собственно говоря, философы часто действительно, поскольку это философы все-таки арабского или еврейского мира, то им приходится оправдываться. Мистик тоже оказывается таким амбивалентной фигурой. То есть если этот мистик активный, кричит, я знаю, как там, я соединился, то он, в общем, тоже такой странный помощник. То есть помощник, который, по сути дела, говорит о том, что он на самом деле самый главный. Его, конечно, за это по головке погладить нельзя. А если он тихий, он же тоже говорит, я знаю, как соединить, давайте я вам все расскажу, будем вместе соединяться. Сейчас, как бы форсируем этот процесс. Тогда, может быть, и можно его как бы приласкать. Но это с одной стороны. То есть с одной стороны все эти четыре фигуры, они вроде бы находятся в неком таком конфликте между собой. А с другой стороны, возможно, между ними и мир, и синтез. А может быть, один человек, на самом деле, он может с одной стороны быть мистиком, а с другой стороны философом. Как это может быть? Я хотел спросить, что ортодокс не может быть мистиком? Может, так я про это и сказал. Может, ортодокс может быть мистиком, ну тихим таким. Или может быть громким. Тогда как бы тут непонятно, что делать с другими ортодоксами, если он претендует на главенствующую роль. А философ, например, может быть мистиком? Ну, может быть, если, например, философ считает, что он с помощью вот этого своего микроскопа соединится с небом, да, предположим, он говорит, что на самом деле самое главное — понималка. Я понимаю, 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 да понимаю из-за того, что с небом соединюсь. Вот, получается, философ-мистик. То есть они между собой могут объединяться, эти роли, да, то есть эти шапки. Ну, точно так же философ может выступить как апологет, да, он скажет, а что, философия моя, она что? Она, на самом деле, вы думали, что про крылышки не важно. Важно! Вот, смотрите, из этого следует раз, два, три, четыре, пять, что Бог сотворил мир, например. Прекрасно! Я теперь, вы видите, апологет. Чего же вы меня гнобили? Вот, я вам предоставляю, пожалуйста, всю информацию. Такая картина вот с этими четырьмя ролями, она характерна и для культуры исламской, и для культуры христианской. Но когда Саадия совершает свой культурный переворот, что происходит? Происходит поразительная вещь. В еврейской культуре отсутствует вот этот самый ортодокс, или точнее, он же является теологом. В итоге иудаизм, который отставал от своих братских конфессий, которые давным-давно освоили философию, все было у них нормально, но он неожиданно становится самым рациональным из всех этих конфессий. Он оказывается на передовой, потому что у них вообще нет вот этого балласта. Ребят, которые говорят, нет, это нам ни к чему. Потому что на самом деле ортодокс это и есть тот, кто, собственно говоря, занимается теологией. Вот Саадия Гаон. А Саадия Гаон мало того, что он взял за основу калам, он взял еще самое радикальное крыло калама, мутазелитский калам. Мутазелитский калам, он был крайне рационалистический. Возник потом Ашария, возникло движение против, компромиссное, потому что их критиковали, этот мутазелитский калам, ортодокс, и говорили, что вы уж слишком рационалистичны, не надо так. И возникло промежуточное такое компромиссное движение Ашаритского калама. Мутазелитский калам, кстати, тоже был одно время такой как бы официальной доктриной. Но только какое-то время, а потом ушел. А теперь получается, что ортодоксия еврейская, это в каком-то смысле мутазелитский калам. Ну, как бы самое рациональное крыло. И у нас нету какого-то балласта, да? Вы видите, вот это, собственно говоря, тот парадокс культурный, который является следствием вот этой самой революции Саадия Гаона. Значит, если говорить теперь про философов. Философов у нас на этом этапе развития философии, по сути дела, две школы. Неоплатоники и аристотелики. Неоплатонизм и аристотелизм. А мистика — это суфизм. На этом этапе. То есть она там мистики потом. Нет. Ну и в иудаизме тоже. Я сейчас говорю про арабскую мысль, но мы ее можем спроецировать и на еврейский мир тоже. Значит, два слова про вот эти два направления. Ну, мы с самого начала начали, да, про то, что есть платоническое направление, ориентированное на идеи, на мир нашего воображения, разума и так далее. И ориентированное на мир реальный, материальный и так далее, аристотелизм. Неоплатонизм, в отличие от самого Платона, неоплатонизм — это направление, которое ассоциируется с плотиным, не путать с Платоном, есть Платон, есть Плотин, который написал такое произведение «Инниады». И главная такая характерная черта неоплатонизма — это теория эманации. Не пугайтесь трескучего названия, я сейчас быстро поясню, что это такое. Теория эманации — это следующая космологическая картина мира. Существует единый, единый переполняется энергией. Переполняется, 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 не может больше терпеть и истекает. Собственно, слово эманация — это и есть истечение. Истекает эта энергия из него, можно образ воды, например, взять, или образ света. И возникает новая сущность, еще одна отличная от этого единого. Называется она — разум, ум, нус, интеллект, который немедленно начинает постигать этого единого. Постигая этого единого, он переполняется энергией, переполняется, переполняется, переполняется и истекает. Из него возникает следующая сущность, она уже чуть дальше от единого, второй интеллект и так далее. И у нас получается такая цепочка, которая, по сути дела, с точки зрения плотина и описывает структуру мира. Мир возник за счет вот этих самых истечений. Наш мир, мир подлунный, это мир, где от этого света почти не осталось ничего. Но единственная такая искорка этого света находится где? Как вы думаете? В душе человека. В душе человека. И душа человека поэтому стремится куда? Вернуться к своему источнику, к первоединому. То есть теория эманации, она с одной стороны описывает генезис творения, а с другой стороны описывает цель творения. А цель души соединиться с источником. Ну прекрасно, вы видите, что это теория эманации. Если вспомнить о монотеистической доктрине, вообще легко ложиться. Правда же? Ну что там, назвал просто этот первый интеллект, пусть будет сыном. И все. И у нас полностью картинка сложилась. Все так и есть. То есть плотин, просто он грек на своем языке, но в общем изложил примерно то же самое, о чем и мы говорим. Вот вам возвращение в Эдемский сад, вот вам сотворение мира. Все есть в этой неоплатонической доктрине, в этой теории эманации. Поэтому я не сказал про христианство, теперь можно сказать. Августин, например, говорит о том, что настоящие философы — это философы-неоплатоники. Они смотрели в корень. И христианская мысль до XIII века существует в таком наклонении неоплатоническом. То есть когда философия Аристотеля и все, что ориентировано на изучение мира как такового, оно отодвинуто в сторону, а неоплатоническая доктрина является основополагающей, и она легко совмещается с монотеистическим мифом и легко интерпретируется. В ней есть еще одна очень важная для христианства деталь — это то, что все эти сущности, которые порождаются, они как бы копируют одна другую. То есть этот ум несет в себе черты первоединого и так далее. И тогда получается, что я, например, рассматривая человека или социум, или этот мир, я вообще-то, говоря, получаю представление о космосе в целом. Вообще далеко ходить не надо, собственно говоря. Нужно изучить душу человека, и все, у тебя все будет нормально, все получил. Потому что она же тоже в себе несет вот этот самый. Поэтому изучай душу человека, и все нормально. Это действительно и есть. Иногда некоторые исследователи правильно говорят, что можно назвать неоплатоников или платоников интровертами, а аристотелли экстравертами, которые изучают как бы мир внешний, а не внутренний. Но это неоплатонизм плотина. Плотина, прокла, чуть позднее. Но не средневековый арабский неоплатонизм. И здесь нас поджидает еще одна детективная история. Но прежде чем к ней перейти, я скажу два слова про аристотелликов. Аристотеллики, в отличие от неоплатоников, складываются в определенную школу, которая называется фальсофа, то есть философы. Или фаласифа. Фаласифа — это философы, фальсофа — это философия на арабском. И возникает как бы преемственность. Они себя ощущают, собственно говоря, такими главными учеными своего времени. Они с пренебрежением относятся к неоплатоникам, к теологам вообще. Уж не говоря про ортодоксов с мистиками, здесь отдельная история. Здесь надо более тщательно смотреть. Чем они занимаются, аристотеллики? Они занимаются в основном комментированием трактатов Аристотеля или пишут трактаты, которые как бы являются перепевкой трактатов Аристотеля. Трактаты о душе, логике, физике, метафизике. Вот эти все, они комментируют эти трактаты и пишут, соответственно, свои трактаты, которые аналогичны вот этому делению дисциплинарному, которые заложил Аристотель. Может быть, вы даже знаете их имена. Я перечислю нескольких из них. Альфа-Раби, например. Ибн-Сина, он же Авиценна в латинском произношении. Ибн-Рушт, он же Авероис в латинском происхождении. То есть это вот... Ибн-Сина, он же еврей. Ибн-Сина, он же еврей. Нет. Это инсинуация. Жить и юзблейки до сих пор спорят. А для детей в ней тогда не было. Ну, я не знаю, там, может быть, какие-то генеалогические исследования. Не знаю, правда, как их проводить. Приводят к тому, что он потомок чей-то. Не знаю. Но, в общем, нет. Он мусульманин, по крайней мере. Если говорить иудеев или нет, то он не иудей. Мусульманин может быть еврейского происхождения. Значит, вот эта школа, она является школой, ну вот, сложившейся вполне с традициями, с таким элитизмом определенным, да, со снобизмом определенным. То есть все задатки великих ученых у аристателликов присутствуют. Теперь про детективную историю. Детективная история состоит в том, что отличить аристателлизм от неоплатонизма средневекового, арабского, не так-то просто при ближайшем рассмотрении. В чем же дело? А дело вот в чем. Дело в том, что существовала книжка под названием «Теология Аристотеля». Такой трактат. Ну, в корпусе Аристотеля, то есть они трактат аристотелики усвоили, они его комментировали, ну, как-то принимали во внимание и так далее. В девятнадцатом веке, я не понимаю, как это могло произойти, только в девятнадцатом веке выяснилось, что «Теология Аристотеля» — это несколько глав и неад Плотина. То есть теорию эманации наши аристотелики съели вместе с «Теологией Аристотеля». А теперь что же нам делать? Как нам теперь отличить неоплатоников от аристотеликов? Опять же, вплоть до девятнадцатого века. А о некоторых учебниках и по сей день, потому что вы знаете, как пишутся учебники, да? То есть берется предыдущий и как бы переписывается своими словами. Поэтому и в современных некоторых учебниках вы найдете классификацию, которая совершенно не соответствует реальному положению вещей. То есть некоторые философы будут названы неоплатониками только потому, что у них есть теория эманации, а другие будут названы аристотеликами, потому что у них типа не встречается. Но это совершенно неправильно, потому что вообще-то говоря, теология Аристотеля содержит в себе эти главы, соответствующие главы и неад Плотина. И поэтому аристотеликам присущ, и философам аристотеликам присуща некая доля неоплатонизма, которую, например, Ибн Ружда, он, понимая это, пытается это элиминировать, понимает, что что-то тут не так. А вот до Ибн Ружда как-то никто этим не занимался, и, в общем, получается, что элементы неоплатонизма существуют и здесь. А неоплатоники арабские пользуются, на самом деле, терминологией Аристотеля часто, материя, форма и так далее. Ну и тогда возникает вопрос, а как же их отличать, этих неоплатоников, от аристотеликов? Как это ни странно, отличие лежит не в самих концепциях, а скорее в стилистике и в направленности мысли. Аристотеликов интересует физика и логика, неоплатоников эти две вещи интересуют в гораздо меньшей степени. У неоплатоников язык образный, метафорический, у аристотеликов строгий, чёткий, научный для того времени. Вот только таким образом, по такого рода стилям, можно отличить этих самых неоплатоников от аристотеликов. И если говорить о еврейских мыслителях, то к неоплатоникам относят, например, Шлома ибн Гвероля, Авраама ибн Бархию, Ицхака ибн Садика. То есть есть целая плеяда еврейских мыслителей, которые относят к неоплатоникам. Но ещё раз я подчеркну, что неоплатоники не представляют из себя единой школы. Это не то, что они говорят, мы вступаем в неоплатоническую секту. Нет, такого нет. Они просто пишут какое-то сочинение. И чаще всего, если мыслитель был несистематическим, если он не принадлежал к касте, а аристотелике действительно каста, если он не вступил в клуб аристотеликов, то его мы как бы называем неоплатоником. А если вступил, то тогда уже всё. Первым, кто вступил в эту касту философов-аристотеликов, является Авраам ибн Дауд, который написал книжку «Возвышенная вера». Это XII век. Но его фигура осталась в тени, потому что главный еврейский аристотелик – это Рамбам или Раби Мошебен Маймон, или Маймонит на латинском, о котором мы поговорим в следующем блоке. А этот блок я закончу кратким рассказом о Иуде Олеве. Иуда Олеве – это поэт и мыслитель. Мыслитель, он потому что написал книжку, которая называется «Книга о защите униженной религии». В народе её называют «Цефир Гакузари». Сюжет этой книжки очень простой. Хазарскому царю снится сон, что он чувствует всё правильно, намерения у него правильные, а дела не очень. И он мучается этим. Заметьте, что намерения и дела – это очень важная вещь, потому что одно дело – внутреннее состояние, а другое дело – конкретная практика. Конкретная практика – это и есть, собственно говоря, иудейский проект, когда мы говорим, как же, собственно говоря, сделать правильно. И хазарский царь идёт к разным людям, чтобы посоветоваться с ними. Прежде всего он идёт к философу. У вас есть листочек, где он пришёл к философу. И философ ему объясняет целый ряд вещей. Я бегло так прочту несколько фраз. Нет у Бога ни благоволения, ни ненависти, потому что Он превознесён и выше всех желаний и стремлений. Ведь стремление указывает на недостаток стремящегося, на то, что лишь в осуществлении стремления Он может обрести цельность. Значит, Бог выше этого, Он выше частности. То есть Бог – это, по сути дела, в продолжении описания этого, философ говорит о том, что Бог – это не что иное, как перводвигатель. Перводвигатель, с точки зрения Аристотеля. То есть тот философ, к которому обращается хазарский царь, он является философом-аристотеликом. Вы можете пробежать дальше глазами. Можно ограничивать Бога. Что? Можно ограничивать каким образом Бога. Философ, с его точки зрения, нет. С точки зрения философа, наоборот, те, кто считают, что Бог что-то хочет, и так далее. А они ограничивают Бога, потому что они приписывают тогда ему какие-то желания, страсти. А если это на самом деле у нас концепт некого бесконечного, цельного, простого и начала мира, то, в общем, конечно, он ничего не хочет, ничего не это самое. Самодостаточный. То есть что ему нервничать? Что там будет? Смотреть? Как там человек? Какая-то ерунда. Он что? Получается, что он просто еще один из наших, еще один парень, который активно тут какую-то затеял игру. А у них Бог философ, он спокойно все создал, перводвигатель, запустил все, и дальше все происходит. Но это я к чему говорю? К тому, что вы увидите в большинстве учебников и пособий как раз характеристику вплоть до достаточно современных исследователей, что Иуда Оливий неоплатоник. Но он не неоплатоник. Теория эманации у него действительно есть. Но философ, которого он рисует, и с которым сталкивается хазарский царь, а потом в одной из глав разбирается подробно мнение философа и опровергается, это философ-аристотелик. Поэтому Иуда Оливий, он правда не аристотелик, а антиаристотелик. Он спорит с аристотелизмом, но он его хорошо знает. В этом смысле он подготовлен, как философ-аристотелик, хотя выступает против этого. Значит, хазарский царь идет сначала к философу. Его не удовлетворяет ответ. Он идет к христианину, к мусульманину. Его не удовлетворяют ответы. Он приходит к Равину. Равин ему начинает рассказывать какую-то историю странную, неубедительную. Но почему-то она его как-то цепляет. И к концу первой главы он делает геюр. После этого вся книжка разворачивается как диалог между Равином и принявшим уже геюр хазарским царем относительно самых разных деталей и нюансов еврейского закона, мирового восприятия и так далее. В этом смысле оказывается, это апология иудаизма. Вы видите здесь, он сочетает в себе несколько вещей. Он как философ, он опровергает аристотелизм. Философ Аристотелика подвергает критике, но философской критике. Не просто так. Он не говорит, нам это не нужно, как говорят ортодоксы. Он пытается это обосновывать. Это обоснование, оно является обоснованием на языке философов-аристотеликов. То есть он высказывает скепсис, в каком-то смысле является таким радикальным философом. Говорит, что все построения разума, они на самом деле ни на чем не основаны. Он подвергает сомнению сами построения интеллектуальные. Говорит, что поскольку я не имею возможности проверить эти интеллектуальные построения, я предпочитаю опыт, и в этом смысле является своего рода таким предшественником эмпирицистов английских, предположим, можно найти у Иуда Олеви вот такого рода мысли. То есть это в истории философии. Часто бывает, что антифилософски настроенный, но говорящий на языке философов человек оказывается вписанным в историю философии, а не в историю антифилософии, которую можно было бы написать отдельно. Иуда Олеви является именно таким автором, и в этом его как бы сила и оригинальность. Но опять же, сейчас у нас, видимо, времени нет подробно на этом останавливаться. Это, собственно говоря, еще одна часть, вот обзор того, что произошло в течение 10-12 века в еврейской мысли. То есть вот в еврейской мысли именно это происходило. Были последователи Саади, ортодоксы-теологи, были неоплатоники-мыслители, и антиаристотелик Иуда Олеви, и аристотелик Авраам и Бандаут. А в следующем блоке мы поговорим про Маймони. Если есть вопросы по этой части, то давайте. А вот вы сказали, что мистики — это суфии, да? Я начинал вопрос, что мистики — это каббалисты, а суфии произошло от каббалы. Нет, каббала, если мы придерживаемся точки зрения исследователей, а не еврейской традиции, которая утверждает, что книгу Зоар записала Шимон Бар-Юхай, а книгу Сефер-Ицера написал Авраам сам. То есть у нас, если мы этой точки зрения не придерживаемся, а верим исследователям, которые на основе филологического анализа языка книги Зоар, говорят о том, что это язык не... Это арамейский язык, но арамейский язык не периода Мишны и Талмуда, он другой. Он в этом смысле не доказывает, и вроде доказали. В научном сообществе нет споров по этому поводу, что книга Зоар написана Маше де Леоном. Но Маше де Леоном еще некоторые подвергаются мнению, но то, что она написана в XIII веке, а не раньше... — Рына Резаль. — Что? — Рына Резаль раньше? — Нет, Резаль позже. Резаль — это XVI век. Резаль — это Цфат, это Цфатская школа. Это позже гораздо. Поэтому пока у нас мистики... Если говорить про еврейскую мистику, то можно говорить про еврейскую мистику периода Талмуда. И тогда нужно говорить про мистику так называемой литературы чертогов, визионерской литературы, где описываются мадрицы Талмуда, которые поднялись на небо, там ходили, что-то видели. Есть книжки, вот, Цифер Яцера, книга творения, где Бог творит мир с помощью букв и цифр. Есть книжка Шаур Кома, которая описывает Бога в таких... каких-то гигантоманиях, какие-то невероятные... — Резаль Амалах? — Да. Ну, это как раз... Резаль Амалах — это более поздняя книжка. Нетого мудического периода. Ну, опять же... — Цифер Яцера как-то... — Цифер Яцера.